Девушки отдыхают Отойди, у меня дело к княгине Ну, наконец-то, ведьмак А то мы уже теряем разум Ты настиг убийцу Мельтона? Дело гораздо сложнее, чем нам казалось Бестия... Я не сумел ее убить Мы посылаем тебя за чудовищем А ты возвращаешься ни с чем? Ты очень нас разочаровал Все не так просто Бестия, могущественный вампир Это проблема для ведьмака? Каждый знает, что делать, чтобы одолеть вампира Вымани его на солнечное место Или повесь на него чеснок И вбей в сердце осиновый кол С вампирами не сражаются чесноком Солнце и коле тоже не причиняют им вреда Такие методы помогают только в легендах А крушина? Бабушка Адемарта учила нас, что вампиров отгоняет крушина Лучше всего серебряный меч Но даже он Только вспомогательное средство Высшего вампира может убить только другой вампир Отговорки Ваша милость Я сейчас же соберу людей И мы разом все закончим Пусть только ведьмак скажет нам, где чудовище Смелей Пошли их На верную смерть Для одного ведьмака это может и смерть А для сорока латников очередная битва Сорок Пятьдесят Хотя бы сто Для него не будет никакой разницы Ты не видел моих гвардейцев в деле Они умеют сражаться с туманом Порзят цель летящей быстрее ветра Как? Что за существо способно на такое? Такие как он зовутся высшими вампирами Каждый из них в чем-то особенный Можно даже сказать исключительный Некоторые умеют превращаться в огромных нетопырей Другие повелевают животными Это всего лишь безмозглые бестии Ты ошибаешься Низшими вампирами Такими как Альп или Экима Управляет инстинкт Они бросаются на все В чем почувствуют кровь А высшие вампиры Руководствуются разумом Чудовище, которое Руководствуется разумом Интересно И что ты с ним намерен делать? Лучший способ поговорить с ним Я больше не могу Ее сиятельство призывает ведьмака, чтобы он убил чудовище А тот собрался с ним разговаривать Я знаю, что делаю Его возлюбленную похитили Его шантажируют Шантажируют? Будь любезен, объясни нам Как можно шантажировать вампира? У высших вампиров есть нечто общее с людьми Ими управляют не инстинкты, а эмоции Эти создания не только очень умны Они проявляют эмоциональную вовлеченность Даже любят Этот влюбился в обычную женщину И сделает все, чтобы ей не причинили вреда Ты хочешь отпустить убийцу Мельтона с миром? Или снова ждать, пока он кого-нибудь убьет? Надо его как можно скорее обезвредить Это моя главная цель Предотвратить новые нападения Вампир только часть проблемы Шантажист виноват не меньше его Это он похитил девушку и отдает приказы вампиру И что ты предлагаешь делать? Найти шантажиста и освободить возлюбленную вампир Тебя наняли покончить с ним А не помогать ему Главное, чтобы никто больше не умер Если девушка будет в безопасности Ему не придется убивать Если подумать Может быть, ты и прав Ты знаешь что-нибудь об этом шантажисте? Единственный след – несколько листков На них шантажист писал для вампира имена следующих жертв На одном осталась капля вина Это никудышная улика Ты даже не подозреваешь Как сильно ты ошибаешься Послать за княжеским сомелье Ну же! Вино в Тусенте – это святыня Тут не бывает просто винных пятен Есть пятна от Эстесте Пятна от Эрвелюса Пятна от Фьорано Ваша милость вызывали? Ведьмак, покажи ему листки Бенуа, распознаешь, от какого вина это пятно? Ну, так-так Скорее всего, западный берег Сан-Сритура Дозревала в бочке из баклярского дуба А цвет бургундский Чистый Все просто Это Сан-Греаль 1269 года Это... Это совершенно невозможно Это вино производит винодельня Кастель Равелло Исключительно для княжеского стола Может, Сан-Греаль украли? Мы должны поехать на винодельню И все проверить Сан-Греаль не слышал о таком И не пил, скорее всего Как я сказала, оно предназначено исключительно для княжеской семьи Но как-то оно оказалось на этих листках Разве что Семелье вашей милости ошибся В вопросах вина Бенуа ошибиться не может Если он говорит, что это Сан-Греаль Это Сан-Греаль Мы должны поехать в Кастель Равелло И узнать, что случилось Ваша милость желает ехать со мной? Это исключено Но ты же не думаешь, что мы будем сидеть здесь, сложа руки Когда наше княжество в опасности Ваша милость Это слишком опасно Пусть ведьмак едет один Рада, что вы наконец-то согласились между собой хоть в чем-то Но я уже все решила Мы поедем И нас будет сопровождать лучший эскорт Ты и Геральт Мы отправимся им Когнито Мы не желаем, чтобы двор распускал сплетни на эту тему На время этого предприятия Я также освобождаю вас от ограничений дворцового этикета Говоря кратко, с этой минуты мы на ты Так точно, Ваша милость Ведьмак, ты готов? Да, готов Прекрасно Подождите меня минутку Я только надену что-нибудь более подходящее И мы сразу отправимся Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Он победил такого вампира. Одному человеку удалось его победить, но не убить. Убить вампира может только другой вампир. Пантеры напали на Кареку. Нужно помочь этим людям. Ваша милость, держитесь сзади. Мы займемся ими. На помощь! Помогите! Ищите бестия! На помощь! Помогите! Готово. Можно двигаться. Если бы не вы, нас тут же не было! Спасибо. Вы спасли нам жизнь. Расскажи мне побольше об этой винодельне, Костеллера Верла. Она лучшая во всем ту сенсию. Ею управляет старый мастер-винодел Фабритти. Ты ему доверяешь? Он занимает эту должность многие годы. До сих пор с ним не было никаких хлопот. Как ты думаешь, откуда пятно Сангриаля на этой записи? Кто-то с винодельней шантажирует вампира? Возможно, это кто-то из слуг. Или управляющий. Или вино просто украли. Выясним все на месте. Уже недалеко. Капитан Деллатур, мы не ждали никого из столицы. Как там дела при дворе? Ты же слышал о бестии из Баклера. Так что у нас полно работы. Особенно учитывая, что в последний раз она напала во дворцовых садах. Ну, я надеюсь, с ее сиятельством ничего не случилось? Как мило, что ты спрашиваешь, мастер Фабрицио. Ва-ваша милость! Нас не предупредили. Я сейчас же велю приготовить гостевой зал. Это не обязательно. Как видишь, мы прибыли не с официальным визитом. Разумеется. Могу ли я спросить, что в таком случае привело вас в Костель Равелла? Мы приехали задать тебе несколько вопросов. В этих краях следует представиться, прежде чем задавать вопросы. Это Геральт из Ривии, ведьмак, который приехал в Тусент по моему личному приглашению. А, это значит... Это значит, что мы желаем, чтобы ты относился к нему с надлежащим почтением. О, разумеется, ваша милость. Слышал, ведьмак? Фабрицио с радостью ответит на все твои вопросы. Мы хотим поговорить о Сангриале. К вашим услугам. Много людей на винодельне имеет доступ к Сангриалю. Можно сказать, только я. Но ведь сам ты вина не делаешь. Здесь работает человек двадцать, не меньше. Видно, не знаешь, как рождается вино. Виноград проходит долгий путь, прежде чем стать Сангриалем. Помощники работают с вином только до ферментации. Мацерацию я провожу лично и никого к чану с вином не допускаю. Мне также помогают при переливании вина в бочки. Но те, в которых созревается Сангриаль, я запечатываю лично. Каждую. Затем вино должно отлежать свое в погребе. Получить букет. И только тогда оно станет Сангриалем. Ключ же от погреба есть только у меня. Кто отвозит бочки с вином во дворец? У нас собственный гарнизон. Солдаты служат здесь много лет и отвечают за это вино головой. Вижу, с расспросами мы далеко не продвинемся. Мы только теряем время. Ваша милость, как прикажете это понимать? Мастер Фабрициум, у нас есть доказательства, что кто-то чужой раздобыл Сангриал. А это означает, что есть две возможности. Или ты лжешь мне здесь прямо в глаза, или ты идиот, и у тебя украли вино, а ты даже не понял. В обоих случаях ты ответишь за это. Молчи и слушай. Я лично осмотрю бочки, а у тебя будет время подумать. Когда я вернусь, я буду ждать ответа. Напомни мне, где хранится Сангриаль? В главном погребе. Тут сразу же за углом. Я сейчас покажу. Я найду. А ты дашь мне ключ от погреба и подождешь здесь. Разумеется, ваша милость. Вот он. Пойдем, ведьмак. Мы тут немного подождем, мастер Фабрициум. А что, если сам Фабрициум шантажирует вампиры? Об этом ты не думала? У него есть свои недостатки. Но он бы никогда не отважился на подобное. Он очень верен. И обязан мне всем, что у него есть. Его отец прогулял родовое имение. Единственное, что он оставил с ним, это свои исключительные знания о вине. Фабрициум жил в нищете. Пока я не назначила его управляющим в Костеле Равель. Только тогда он стал нами. Так с чего начнем? Проверим, сходится ли количество бочек. Вот инвентарная книга. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Вот шпунты. Тогда за работу. Открываем бочки. Готово. Отойди. И как? Я везде узнаю этот вкус. Вот это хорошее. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Посмотрим, что Фабрицио скажет по этому поводу. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Ты в шаге от эшафота. Говори правду и, возможно, сохрани жизнь. Признаюсь, я продал бочку Сангриаля. Умоляю, простите. Зачем ты это сделал? Не устоял. Так много предлагали, и отдал себя уговорить. Ты мало получаешь от меня? Я хотел выкупить родовое имение. Тут моего ничего нет. У меня есть крыша над головой, есть пропитание. Ну, что же за дворяним без собственной земли? Я все скажу, только помилосердствуйте. Ты правда думал, что никто не узнает? Я был глуп, очень глуп. Умоляю, ваша милость, простите меня. Кому ты продал вино? Несколько недель назад в Фазанерии ко мне прицепился богатый дворянин. Он рассказывал, что служит дипломатом, что у него связи при дворе. Предложил провернуть дело. Несколько его клиентов обещали за облачные суммы даже за капельку Сангриаля. Он был посредником. Как он представился? Имени он не называл. Высокий, черноволосый. Говорил с акцентом. Утверждал, что родом из Цинтры. При дворе нет центрийских дворян. Расскажи, как ты передавал вино. Мы встретились под покровом ночи. На руинах крепости Астре. С ним пришло человек двадцать. Все вооруженные. С виду серьезные. Я им привез одну бочку. Они переложили ее на свою телегу, и мы разошлись в разные стороны. И все? Что? Больше ты их не видел? Они... Несколько дней назад они прислали вестника. Сказали, нужна еще бочка вина. И я уже ее приготовил. Собирался отправить. Этого хватит. Я уже знаю все, что нужно. Ваша милость. Я молю вас о прощении. Прочь с глаз моих. Капитан, пусть твои люди сопроводят Фабрицио в подземелье. Он должен ответить за государственную измену. Что теперь, бедмак? Ловушку им устроим. Этот центрийский дворянин может оказаться шантажистом. Я поеду со следующей бочкой, а Дамьен с солдатами будут меня прикрывать. Согласен с тобой. Так и сделаем. Дай знать, когда будешь готов. Ждать не стоит. Начнем. Мы поедем пораньше, займем позиции. А ты с повозкой присоединишься к нам позднее. Хорошо. Когда начнется обмен, ждите моего сигнала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А вот и винокур. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают. Субтитры создавал DimaTorzok Тебе конец, убегай! Тебе конец, убегай! Тебе конец, убегай! Тебе конец, убегай! Хозяйский глаз коня кормит ведьмак. Вижу, и ты начинаешь это понимать. Приведите этого вашего пленного. Надо задать ему несколько вопросов. Капитан, окажите честь. Кто вас послал? Зовут его пес. И говорят, что он твою мать ебал. Еще раз, кто вас послал? Твоей бабы, любовник. Зовут... Подожди. Не хочет. Пусть не говорит. Он поможет нам. Иначе. Ведьмаку наверняка нужна приманка для бестия из Баклера. Это... Как же это? Разумеется, он мне пригодится. В таком случае, он твой. Капитан, пусть твои люди найдут крепкую веревку, чтоб не порвалась, когда мы подвесим его на дереве. Веревку? Отличная выйдет приманка для чудовищ. Если они почувствуют запах крови, то уж об этом я позабочусь. Что? Нет! Сука, нет! Остановите его! Не дергайся. Береги силы. Тебе предстоит долгая ночь. Нет! Остановите его! Я все скажу! Куда вы должны были отвезти эти бочки? Не знаю. Капитан, нам все-таки понадобится веревка. Правда, не знаю. Это хорниц главный. Только он и знал, куда нам ехать. А теперь он мертвый лежит. Вот он. Первую бочку мы отвезли на портовый склад. А куда везти эту, я не знаю. Правда. Умоляю вас, поверьте мне. Кто тебя нанял? Он. Он меня убьет. Я тебя должен больше беспокоить. Что за он? Ну быстро! Говори! Зовут Центриец. Я его никогда не видел. Но знаю, что это он нанимал людей для дела. Так и говорили. Мол, мы работаем на Центрица. Больше не знаю. Клянусь. Возьмите его и заприте в подземелье. Пускай ждет суда. Капитан, едем в город. Собери людей и поищи этого Центрица. Наверняка его еще кто-то видел. Так точно, Ваша Милость. Как только я что-нибудь узнаю, я явлюсь во дворец. Я не возвращаюсь во дворец. Наша с Ведьмаком миссия еще не окончена. Мы будем ждать тебя на посту возле порта. Отправляемся в город. Девушки отдыхают. Он так нечеловечески спокоен. Это побочный эффект мутаций. Ведьмаки редко нервничают. А вдруг с ним что-то случилось? Думаю, капитан сумеет о себе позаботиться. Может и сумеет. Только этот Центриец не простой головорез. Ему удалось выкрасть княжеское вино из-под носа у моих гвардейцев. Если бы не случайность, мы бы никогда об этом не узнали. И это он назначал жертв вампиру. Нужна отчаянная самоуверенность, чтобы шантажировать такое чудовище. Каждый когда-нибудь ошибается. Ошибка Центрица была в том, что он украл Сангриаль. Если бы мы не нашли это винное пятнышко... Тогда он довел бы свой план до конца. Хотя я не уверен, что за похищением и шантажом стоит именно он. Неважно, Центриц приказал совершить эти убийства или нет. Мы должны его найти. Даже если это не его рук дело, он может знать имя шантажиста. Кроме того, есть еще один вопрос, столь же важный, как и то, кто заказал убийство. Зачем? Кто-то идет. Что так долго? Ты должен был вернуться несколько часов назад. Центриец работает не один. Мы боремся не с ним, а с целой бандой. Он подослал к нам своих головорезов. У одного гвардейца сломана рука, у другого раздроблено колено. Он останется хромым. А за твою голову, ведьмак, он, кажется, назначил немалую награду. Не в первый раз на меня охотятся. Да уж. Могу представить. Мы проверили, кто снял портовый склад, куда раньше свозили вино. Нанимателем нищий. Подставное лицо. Мы нашли его и расспросили. Того, кто заплатил за аренду склада, он встретил, когда просил милостыню у Фазанерии. Там нам помог случай. Официантка вспомнила, что провела вино на дворянина, который говорил с центрийским акцентом. И как он выглядел? Описание не слишком приметное. Красивый мужчина. С бородой. Это мог быть кто угодно. Но она вспомнила, кем была его спутница. Центриц встречался с Сесилией Беланты. С певицей? Я слышала о ней. Говорят, она очень талантлива. С ней самой. Мы сейчас же отправились к ней домой. Сесилии не было, но мы допросили ее прислугу. Горничная сказала, что Сесилия сегодня вечером встречается с центрийским дворянином. Она пригласила его на прием в Мандрагоре. Что еще за Мандрагоре? Клуб. Там собираются люди искусства. Художники, трубадуры и танцовщики. Никогда не слышал. Они создают вокруг Мандрагоры атмосферу ложи для избранных. То и дело устраивают приемы, на которые приглашают только богатых меценатов. Надевают карнавальные маски, а потом пьют и флиртуют. Если мы хотим его поймать, придется попасть на прием. Ведьмак, ты читаешь мои мысли. Я соберу людей, оцепим место встречи. Мышь не проскочит. Исключено. Если у центрийца есть люди по всему городу, он может узнать о засаде и снова улезнет от нас. Верно. Надо действовать осторожно. Лучше будет смешаться с толпой. Мы так и сделаем. Мы? Ваша милость. Я и Геральт. Я пойду с Ведьмаком. Ему пригодится моя помощь. Где состоится прием? Встречи Мандрагоры проходят в одном и том же месте. В резиденции в Верхнем городе. Это очень элитарный район. Геральт, надень что-нибудь соответствующее. Встречаемся в Верхнем городе в переулке Рыцарей Наживы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...